Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятый урок и пятый юнит, юнит 5. Present simple tense. Простое в настоящее время у обычных глаголов. То есть у нас был глагол to be в простом настоящем времени. Present simple tense. И теперь у нас обычные глаголы. I do. Я делаю. I work. Я работаю. I like. Мне нравится. Ну, вот здесь у нас девушка говорит. We read a lot. Мы читаем много. They have a lot of books. Они имеют много книг. У них есть много книг. They read a lot. Они читают много. Парень здесь мороженое ест. I like ice cream. Мне нравится мороженое. He is eating an ice cream. Он кушает мороженое. He likes ice cream. Ему нравится мороженое. Один у меня был такой ученик, который вот так хорошо выразился по жизни. Что мы делаем что-то по жизни. То есть present continuous у нас, когда мы что-то делаем сейчас, в данный момент. А вот present simple – это обычное повторяющееся действие, которое происходит по жизни. То есть несколько раз в день, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц, несколько раз в год, несколько раз в жизни. То есть обычное повторяющееся действие, которое происходит периодически. They read – они читают. He likes – он любит. I work – я работаю. Это present simple. У обычных глаголов, простых глаголов. Есть у нас специальные глаголы, а есть простые. Вот это простые глаголы. Тут есть одна такая деталь. Когда у нас мы используем третье лицо, единственное число, например, he, she, it – третье лицо, единственное число, он, она, оно, то мы глагол добавляем окончание s. То есть, например, I read – я читаю. He reads – он читает. We like – нам нравится. She likes – она любит, ей нравится. You work – ты работаешь. It works – компьютер работает. They leave – они живут, они проживают где-то. She leaves – она проживает. То есть у нас в третьем лице мы глагол добавляем окончание s. Это нужно запомнить. Глагол do у нас, смотрите, как I do я делаю. He does – он делает. Или she does. They have – они имеют. He has – он имеет. She has – тоже выделяется третье лицо. Remember – запомните. He works – он работает. She leaves – она живет, проживает. It rains – дождь льет. И так далее. Это латинское и так далее переводится. I work in a shop – я работаю в магазине. My brother works in a bank. Мой брат работает в банке. То есть I work – это первое лицо. То есть я работаю, у нас s не добавляется. А вот в третьем лице my brother. Почему мы здесь s поставили? Потому что каким местомением можно заменить my brother? He – он. Значит, my brother works. А he – это он. Lucy lives in London. Lucy проживает в Лондоне. Her parents live in Scotland. Ее родители проживают в Шотландии. It rains a lot in winter. Дождь льет много зимой. Дождь часто идет… Дождь льет много зимой. Самый идеальный период – дождь льет много зимой. I have – я имею. He has – он имеет. She has – она имеет. It has – оно имеет. Например, имеет, да, владеет. Здесь у нас выражение – Joe has a shower every day. Joe принимает душ каждый… Не имеет душ, а, наверное, принимает душ, да, принимает душ каждый день. Здесь у нас глаголы, после которых… Которым мы часто добавляем окончание – и, с. То есть не с, а – и, с. А именно после букв S, буквы сочетания SH и CH, у нас глагол добавляется и S в третьем лице. Ну, например, pass – passes, finish – finishes, watch – watches, да. А если у нас глагол заканчивается на букву Y, то она меняется на I и S, то есть в третьем лице мы добавляем, меняем на I и плюс S, да, то есть study – I study – я учусь, she studies – она учится. I try – я пытаюсь, я пробую. She tries – она пытается, она пробует. Also, также do – у нас глагол, да, does – будет в третьем лице. I go – he goes. Например, I go to school every day. Я хожу в школу каждый день. She goes to school every day. Она ходит в школу каждый день. We use the present simple for things that are true in general or for things that happen sometimes or all the time. То есть мы используем present simple, простое настоящее время, для вещей, которые являются верными, правдой какой-то, фактом в целом, да, или вещами, которые происходят иногда или все время. То есть какой-то факт, да, научный, например, вот здесь вот. The earth goes round the sun. Земля движется вокруг солнца. То есть научный факт, все знают, что это происходит постоянно, периодически, и поэтому в простое настоящее время. I like big cities. Мне нравятся большие города. То есть это как бы, ну, постоянно, да, то есть я люблю жить в мегаполисах. Your English is good. You speak very well. Твой английский является хорошим. You speak very well. И разговоришь очень хорошо. Tom works very hard. Том работает очень усердно. He starts at 7.30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Том работает очень усердно. Он начинает в 7.30 и заканчивает в 8 часов вечером. То есть это происходит несколько раз в неделю, да, ну, наверное, 5 раз в неделю у Тома. То есть это обычное повторяющееся действие для него. The earth goes round the sun. Ну, я уже сказал, да, земля движется вокруг солнца. Это тоже научный факт. То есть как бы мы это, это постоянно происходит. We do a lot of different things in our free time. Мы делаем много различных вещей в наше свободное время. It costs a lot of money to build a hospital. Это стоит много денег построить госпиталь. Ну, то есть все знают, что за 2 копейки мы больницу не построим, да, то есть это тоже факт. Поэтому простое настоящее время. И вот у нас тут наречия, или их называют наречия частоты, частотные наречия. Always, всегда, never, никогда, often, часто, usually, обычно, sometimes, иногда. Often можно приносить в двух вариантах. То есть можно сказать often или often. Я привык говорить often, но хотя вот недавно в Болгарии встретил девушку из Англии, англичанку, и она говорила often, мне было очень интересно услышать такое, да. То есть некоторые говорят often, некоторые often. Я often, предпочитаю говорить. Это у нас наречия, которые как раз указывают, они показывают то, что действие обычное, оно повторяется, да, оно всегда или никогда, например, бездействие какое-то не происходит, или часто, да, often, usually, обычно, да, то есть sometimes, иногда, эти наречия как раз указывают на то, что действие обычно, оно повторяется, оно происходит несколько раз. И, кстати, нужно запомнить, что эти наречия ставятся между подлежащим и сказуемым чаще всего. В основном они так, да. So you always get to work early. То есть you всегда добирается до работы рано. I never eat breakfast. Я никогда не ем завтрак. То есть это бездействие, то есть что-то не происходит постоянно. То есть можно как бездействие, как действие, так и бездействие, да, то есть что-то происходит или не происходит. We often go away at weekends. Мы часто уезжаем по выходным. Mark usually plays football on Sundays. Марк обычно играет в футбол по воскресеньям. I sometimes walk to work, but not very often. То есть я иногда иду пешком на работу, но не очень часто. Нужно запомнить, да, вот эти вот наречия, и потом заучите эти слова обязательно. Тут у нас упражнения. Exercises, как обычно, да, и write these verbs with s or es. То есть напишите эти глаголы с окончанием s или es. То есть смотрите, ну, в зависимости от глагола, там нужно будет посмотреть, на какую букву он заканчивается. She reads, она читает. Пример уже, да, у вас есть. Тут 5.2. Второе упражнение. Complete the sentences about the people in the pictures. Держите предложение о людях в картинках. Use. Используйте глаголы eat, go, leave. Eat, yes, go, идти, да, направляются. Leave, жить, play, играть. Play, играть два раза, ну, уже использовали один раз уже, да. Sleep, спать. He plays the piano, да, он играет на пианино. Our house, они говорят, наш дом. То есть они, наверное, что, живут в большом доме, в очень большом доме. Ну, и дальше вы тут сами справитесь. В третьем упражнении. Complete the sentences. Завершите предложение. Используйте use boil, варить, нагревать. Close, закрывать. Cost, cost, два раза стоить. Like, like, да, два раза. Два глагола нужно использовать. Meet, встречать. Open, открывать. Speak, разговаривать. Teach, преподавать. Учить кого-то. И wash, да, мыть. Да, нужно будет, да, сделать упражнение, вставить, в общем, глаголы, да, в первой форме. И если где-то третье лицо, то s подставите. И здесь у нас write sentences from these words. Напишите предложение из этих слов. Use the right form of the verb. То есть, напишите правильную форму глагола. Ну, вот тут у нас перемешку, они опять разбросаны. И собираем, да, в правильное утвердительное предложение. So you always arrives early. So you всегда приезжает рано, прибывает рано. Да, частотная речь остается между подлежащим и сказуемым. Да, мы это помним. И write sentences about yourself. Напишите предложение о самом себе. Используйте use always, never, often, usually или sometimes. Ну, например, watch TV in the evening. То есть, смотрите телевизор вечером. I usually watch TV in the evening. Я обычно смотрю телевизор вечером. Ну, я телевизор редко смотрю, поэтому не про меня, но вы тут разберетесь. На этом урок закончен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok